Написать, сколько он махинаций провернул, проворачивать и будет проворачивать. Там, знаете, там такая история просто, я не знаю, это на книге, когда только-только-только вот Аня у нас замуж вышла, там отец свадьбу сыграл, там хорошую, потратили на свадьбу, что там полмиллиона, полтора или два, что ли, там все нормально, все, дочка замуж, все, сын родился, на Кипре живут, все, что-то стараются, все хорошо, все классно было, потом что с ним случилось, или потом это проявил. Приезжали полицейские на Кипре, искали его по наркотике, за наркотики, из корыса какие-то. Она была богатая, хорошая девочка. Открыла, съездила на Кипр этот завод, купила материалы, все, купили помещение, он там всех коллег своих друзей там поперекидал, и ее, соответственно, тоже. Она ни с чем, с кучей долгов и кредит. Пришла с котомкой и с ребенком, вот и все, что. Жена на поле имущество подавала, мы же судились, мы же семья. На завод она миллион брала, и еще вот то, что там машину же присудили, мамину, что она должна за нее деньги выплатить. То есть, ну, вообще там такая бредовая история. Убеждал, что деньги нужны на завод, потому что им не хватало. Мама была Каен, такой хороший, белый, 4,5 миллиона, что ли, он стоил. И он каким-то образом вытащил из нее доверенность, не знаю каким. И он по ее доверенности эту машину продал, вложил деньги в завод, и купил на эти деньги другую машину, там какую-то, там, X5, что ли, какой-то старый, там. Ну вот, они развелись, этот X5, как бы, судья поделил поровну, и она за него там выплачивала деньги какие-то, понимаете, за свою же машину. Понимаете, она пошла против всей нашей семьи, то есть она пошла за него до конца все, что родители нажили, ничего нет. Машин нет, денег нет, часов нет, в костюме отца нашего снимается. Веселый парень. Мне тоже, как бы, там, обидно было за отца, как бы, да, когда я вижу, что он в отцовских часах, в отцовском пиджаке нашел, там, знаешь, на нашей сыроварне, то есть он мне тоже, как бы, очень сильно задел. И когда он звонил, там, у Ани деньги требовал какие-то вот эти по суду, да ее же за мамину машину, то есть она говорит, ну, ты совсем, говорит, больной, что ли? Она же, как и Оля, такая же, глупенькая, наивная, верит во все. Сначала сердцем, потом только головой. До этого там была девушка у него. У нее фрамы, то, что она спиняется. Вот, как мне рассказали, отец ее нанял каких-то, вот, наружку шумом по голове настучали, чтобы он от нее отстал. И все, и с того момента больше Владимире не показывается. Она пролежала, угоду психушке, вышла. Потом, вот, они с вами развелись, он опять с ней, там, начал встречаться, с ней, три месяца жил, женился, на ней, по-моему. То же самое, да, психушку угодил. Просто вы даже себе представить, не можете, каким-то переплетом попадал. Вы с ним пять минут будете знакомы, вы вытащите свой кошелек, ему отдадите. У него настолько дар убеждения, настолько он понимает себя, вот, как бы, там, классно и позитивно. Профессиональный человек, профессиональный. Я с ним познакомился, у меня от него, как от мужчины, остались хорошие впечатления, понимаете? Он с детьми хороший человек, у него краповый берет, у него родители, у него мама, там, папа. Краповый берет просто так не дают. И в итоге он всех поперекидал, куда-то перевел, где-то там варит, все рыно, бог с ним варит, ну пусть живет. У него растет ребенок прекрасный. Шесть лет мальчик, хороший мальчик, маленький пять лет был, он приезжал, просто с ним не здоровался, ничего, ну, как бы. Да я бы Оле посоветовал вообще кем-то там за 200 было обходить бы. Ну, в общем, шоумен.